В сегодняшнем видео я расскажу вам о трёх глаголах have, make и get и как использовать их правильно в предложении. Я помню, что кто-то меня спросил на моём инстаграм-канале. Кстати, напоминаю, инстаграм-канал называется curiel the нижний пробел English. Там вы найдёте дополнительную информацию к данным видео и пополните свой словарный запас и узнаете много чего интересного. Вы также сможете поучаствовать в разного рода challenges. Итак, кто-то меня спросил, в чём разница между глаголами have и глаголом make, когда вы используете их в предложениях типа заставлять и так далее. Поэтому в сегодняшнем уроке, мини-уроке, я бы сказал, я расскажу вам о каузативных глаголах. Три этих глагола очень близки по своему значению, но они не являются идентичными. Посмотрите на следующие три предложения. С первого взгляда может показаться, что идентичные предложения, ну разве что в последнем используется инфинитив с частицей to, в отличие от двух первых предложений. Также легко выделить определённый паттерн. Вы берёте глагол have, либо get, либо make, ставите person, человека, к которому относятся действия, и дальше глагол в словарной форме. Это очень важно. Не стоит использовать глагол в прошедшем времени или при части совершённого вида. Давайте рассмотрим первое предложение. I made my brother carry my suitcase. Когда вы используете глагол make, вы заставляете кого-то делать что-то для вас. Ну или кто-то заставляет делать кого-то и так далее, в зависимости от местоимения. Когда вы используете глагол make, тем самым вы не оставляете другому человеку выбора. Поэтому данное предложение на русский язык переводится как я заставил своего брата понести чемодан. Второй пример. Когда вы используете глагол have как каузативный глагол, он переводится как просить. То есть вы попросили кого-то что-то для вас сделать. Этот глагол не является таким сильным strong, как make. То есть вы не заставляете, вы просто просите человека, и этот человек для вас это делает. I had my brother carry my suitcase. Я попросил своего брата понести за меня чемодан, и он это сделал. Здесь очень важное замечание. Если вы сравните этот глагол с глаголом ask, то между ними будет разница. То есть если вы просто скажете I asked my brother to carry my suitcase, там, кстати, будет to, неважно, что он его понесет. То есть вы могли, конечно, попросить, сказать ему, понеси, пожалуйста, он мог бы показать вам средний палец, и сказать, неси сам, я тебя чураб. Поэтому, когда вы говорите had, здесь действие закончено. То есть вы просите человека, и этот человек для вас это делает. Вы также можете, знаете, как перевести немножко по-другому, сказать, а мой брат понес за меня чемодан, ну и там добавить, потому что я его об этом попросил, или не добавлять. Дело ваше. Напоминаю, что переводы это субъективное дело. Итак, последний вариант. I got my brother to carry my suitcase. Когда вы используете глагол get, как казуативный глагол, вы уговариваете человека. То есть его можно заменить в данном случае глаголом convince или persuade, убеждать. То есть вы, собственно говоря, убедили, ну или попросили человека понести, в данном случае вашего брата, понести за вас чемодан. Вот такие три, казалось бы, очень простых глагола, но не хитрые значения предложений с ними получаются. Почему это важно знать? Глагол make очень довольно-таки сильный глагол, и в разговорной речи с ним надо осторожно. А вот глаголы have и get используются всегда и везде. Я сейчас говорю про разговорную речь. Но также в письменной речи эти глаголы используются. Поэтому они универсальны. Давайте посмотрим на еще примеры, чтобы у вас в голове это все отложилось. Классический пример использования глагола make, это когда родители заставляют детей убираться в комнате. Мисс Ли заставила своего ребенка убраться в комнате. То есть она ему не оставила никакого выбора. Следующий пример. Sad movies make me cry. От грустных фильмов у меня наворачиваются слезы. Либо вы можете перевести, когда я смотрю грустные фильмы, я плачу. I had the plumber repair the leak. Я вызвал сантехника, чтобы починить трубу. Или водопроводчика. Пламер это человек, который занимается трубами, а также с водой, которая течет по этим трубам. Поэтому когда у вас какие-то проблемы, вы вызываете пламера в английском языке. Пламер. Русско-говорящие американцы так и говорят в Америке. Ко мне приезжал пламер. Они не заморачиваются, не переводят это слово на русский язык. В данном случае вы попросили пламер, он к вам приехал и все починил. Поэтому I had the plumber repair the leak. Leak это утечка, протечка воды. Jane had the waiter bring her some tea. Jane had a waiter bring her some tea. Jane попросила официанта принести ей воды. И здесь, напоминаю вам, глагол ask, если бы вы использовали. Jane asked the waiter to bring her some tea. Можно перевести, как она попросила, но не факт, что официант принес ей чай. Может быть, конечно, принес, может быть, нет. А предложение Jane had the waiter bring her some tea. Подразумевает, что она его просила и он ей принес. Вы можете это предложение перевести, как официант принес Jane чаю. The student got the teacher to dismiss class early. Студентам удалось убедить учителя закончить урок пораньше. Jack got his friends to play soccer with him after school. Джек убедил друзей пойти поиграть с ним в футбол после школы, после уроков. Очень часто глагол, каузативный глагол have используется, когда вы работаете на reception или службы поддержки потребителей, или на телефоне. Говорите человеку, что вот вам перезвонят, вам перезвонит мой менеджер. И это все можно оформить следующим образом. I'll have my assistant call you to reschedule the appointment. Например, если вы работаете на reception, вы говорите, что ассистент ваш перезвонит вам и переназначит встречу. Appointment это встреча договоренности, или запись на прием к врачу, если мы говорим о врачах. В данном случае глагол have имеет значение, как просить кого-то. Я попрошу, и этот человек сделает. Или просто можно сказать, мой ассистент вам перезвонит. Мой румейт ненавидит убираться, делать работу по дому в плане уборки, и я никак не могу его заставить или убедить мыть посуду. Когда мы говорим заставить, в данном значении не в прямом смысле вот заставить, заставить силой, а как уговорить. Больше в значении уговорить кого-то. I was nervous about eating sushi, but my brother got me to try it at a Japanese restaurant. Как-то мне суши было стрёмно есть, или, может быть, я нервничал впервые, когда вы едите суши, не знаю, что это такое. Не все любят сырое. Мне как-то было не по себе суши. Я сейчас говорю не про себя, а про пример. Но меня брат мой уговорил. Convince me. He got me to try it. Итак, на сегодня все. Я надеюсь, данный урок будет вам полезен. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь на канал в Инстаграме, и также нажимайте на колокольчик здесь, на YouTube, чтобы не пропустить новые видео. Подкаст, посвященный о Дню независимости, если вы помните, в Америке отмечали вчера, выйдет через несколько часов. Меня зовут Кирилл. Спасибо, что смотрите. Всем отличных выходных. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok